Я приветствую вас, дорогие братья и сестры! Я предлагаю место Священного Писания, Псалом номер один. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но не как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. В прошлый раз мы с вами говорили первую тему этого Псалма «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Сегодня наша тема будет «Блажен муж, который не стоит на пути грешных». Вот, братья и сестры, друзья, дорогие, все находящие в доме молитвы, мы в своей жизни непременно где-то на чем-то стоим. Мы выбираем ориентацию нашу. Что делать, как поступать, мы выбираем. И от этого мы попадаем или на путь праведных, или на путь нечестивых. Так вот, братья и сестры, вот это благословение или блаженство, о котором написано в этом Псалме, первый Псалом Давида, «Блажен муж, который на пути грешных не стоит». Как это можно понять? Ну вот наши дети растут, подрастают, они идут в школу, и мы родители, я особенно беру верующих родителей, которые имеют опыт, которые, может быть, сами когда-то были в этом мире, ну, вкусили всю эту греховную жизнь. И когда они пришли к Богу, они имеют опыт, опыт греховной жизни прошедшей. И они так смотрят за своими детьми, говорят, доченька, сынок, ты с кем там в школе был? Ты что там делал? Как поступал? И когда он приходит, я вспоминаю, братья и сестры такой, сидим мы вот в своей семье, когда я был молодой, у нас стол такой, и за столом нас сидело 11 человек. Нас двое и девять детей. Сидим, и вот дети говорят, что, ну, дети ж, они не умолчны. И вот кто-то что-то рассказал слово. Говорю, стой, стой, стой. Ты что сказал? Папа так говорит? Нет. Мама так говорит? Нет. А где ты услышал? В школе. Больше такого. Он даже не знал значение это слово. Он там в школе вертелся, услышал и, знаете, брякнул за столом. Братья и сестры, это поворот на путь грешный. На путь грешный. Вот когда мы читаем Слово Божие, написано, испытаем и исследуем пути свои. Я хочу сказать, что каждый сидящий в доме молитвы должен дать сегодня для себя, ну, заключение. На каком я пути стою? На пути праведных или на пути нечестивых? Где сегодня мое положение? Потому что от этого зависит мое будущее. Там в конце Давид говорит, Господь знает путь праведных, а путь нечестивый погибнет. Поэтому, братья и сестры, мы должны очень быть внимательны. Мудрый Соломон говорит, благоразумный, внимательный к путям своим. Внимательный. Наблюдает, как я поступаю. Вот, братья и сестры, когда мы не наблюдаем за своими путями, это называется беспечность, равнодушие. Ну, говорят, бредет, куда глаза смотрят. И мы таким путем попадаем на путь грешный. Что такое путь грешный? Нам очень важно различить пути добра и пути зла. Как-то я не знаю, здесь молодежь поет или нет. У нас там в Казахстане пели один гимн, там есть такие слова. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. И вот мы, находясь на этой земле, братья и сестры, давайте будем, вот мы верующие, мы прилагаем старания, мы стараемся, и то, как часто мы спотыкнулись. Ах, ну зачем я так скажу? Ну зачем я немножко слукавил? Ведь есть это у нас. Вот жизнь окружающая настолько, особенно, когда мы работаем на работе, когда люди склонны обманывать, вот просидит там или что, и что-нибудь обманывает. Я знаю одного брата, он рассказывал, поступил он на работу, там целая бригада, он в этой бригаде. Ну, я, говорит, как верующий, я работаю, работаю. Они смотрели день, второй, потом говорят, ну ты что, говорят, хочешь лучше всех быть? А ну-ка давай перекращай, работай как мы. Вот, братья и сестры, обстановка внешняя, она так понуждают. Помню у нас, ну, это было советское время, и вот когда какой-то революционный праздник, знаете, там 7 ноября, день революции, и вот кончается работа, и кто-то бегает по 5 рублей. Что такое? Ну, надо праздник отметить. Вот, братья и сестры, я это испытывал, подходят, я говорю, я тебе деньги дам, но я не остаюсь. Да ты что? Ну, как это праздник, государь? Как ты можешь не остаться? Вот знаете, как белая ворона получается. И человеку в таком случае очень трудно стоять, вот выбирать внимательный к своим путям. Поэтому сегодня, чтобы нам немножко разобраться, что такое пути грешный, я просто призываю, приведу место священного Писания. Вот когда мы открываем послание апостола Павла к римлянам, первая глава с 28 стиха. И как они, люди, не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, коростолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды и запретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримирить мы, немилостивы. Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это, друзья дорогие, картина греховного пути. Картина. И вот человек, который пытается не стать на этот путь, вы понимаете, окружение кругом такое. Поэтому я сегодня обращаю наше внимание, чтобы мы были в этом осторожны. Человек, ставший на путь греха, теряет Бога. Смотрите. А совращающие на кривые пути свои, да оставит Господь ходить с делающими беззакония. Я вот прочитал два места. Здесь вроде Господь оставляет ходить с делающими беззакония. А первое место Бог предал превратному уму. И у некоторых может возникнуть такая мысль, что Бог направляет человека к злу. Нет, братья и сестры, это не так. Мы по природе своей грешники. Природа человека, она находится в греховном состоянии. Я это делаю. Вот рождаются у нас дети. Вот они сидят маленькие. Я вообще смотрю, всегда умиляюсь, видя маленьких детей. Ну вот они подрастают, они там за игрушку готовы поцарапать друг друга. Они кирпичат. Откуда у них это возникает? Вот, братья и сестры, с возрастом человека греховная природа, она начинает торжествовать. Она как бы захватывает человека. И человек, апостол Павел в послании к Кремле, он в 7 главе говорит, чего хочу делать доброго, не делаю, а злого, которого не хочу делать, делаю. Это состояние греховной природы человека. Я никогда не вспомнил, не могу забыть, вот там эта картина такая, но яркая. Находясь в Казахстане, там в своей церкви, я порой ходил по домам больных совершать вечерю. Ну как присвятера бывают. И там у нас была одна бабушка верующая. Она была прикована к постели, она болела много времени. И мы приходили ее, я ее хорошо знал, очень близкий был, а у ней был сын пьяницы. И вызывали Боря. И вот я когда прихожу, он раз из ее комнаты выскакивает, я подхожу, она говорит, вот уже три часа сидит у моей постели, и говорит, мам, дай три рубля, дай три рубля, дай три, я так говорю, три часа, он говорит, я же знаю, ему надо выпить, он не может удержаться. Ему надо. И я тогда сел, как-то прихожу, братья и сестры, он сидит в майке, рубашку пропил, пропил, сидит на кровати. Я говорю, ну что, Боря, до ручки дошел, я брошу, я брошу все, да не завяжешь ты, природа рабская, греховная. Братья и сестры, и он так жил, жил, пока не пришел к Богу. Прошло несколько лет, я помню, в своей церкви, я сижу вот так, вот так проповедую, смотрю, зашел человек, кто-то сел сзади, я глянул, вроде знакомое лицо, но не понял. Кончается собрание, смотрю, он идет ко мне, идет и улыбается, а я еще не могу понять. Он подходит и говорит, Николай Александрович, что, не узнаешь? Я говорю, неужели Борис? Борис, что с тобой, Борис? Я пришел к Богу. Братья и сестры, вот когда человек приходит со своей греховной природой, негодной, приходит к Богу, Бог дает ему свободу от греха и дает ему силы побеждать грех. Я часто рассказываю этот пример, но я его повторю. Вот я работал на производстве, у нас был вот такой примерно большой цех, мы работали там, мы мебель делали. А ребята постоянно спрашивают, ну, Николай, как у вас там? Я говорю, ну, в собрании мы поем, славим. А вот вы что, говорит, совсем не выпиваете? Я говорю, абсолютно не выпиваю. Им это непонятно. Они приходят на работу, если не до обеда не выпьют, это что-то невероятное. Они не могут меня понять. И они тогда говорят, и что, у тебя никогда нет дома водки? Я говорю, нет, у меня в холодильнике стоит бутылка водки. Они аж воспрямляют, о, значит, ты наш... А сколько она стоит? Я говорю, два года. Они не могли понять меня. А зачем? А у меня, говорит, много детей. Когда они простынут, моя жена делает им компрессы. И этой бутылки водки хватает на два года. Они не могли понять. Один из них, говорит, я б до утра ее оприходовал. Я говорю, ты раб греха. Ты не можешь иначе. У тебя природа во грехе. А я был точно таким. Но Бог освободил, когда я пришел к нему. Вот это вот братья и сестры предал превратному уму. То есть, человек не хочет идти к Богу. Ну, например, братья и сестры, я помню, в 2000 году мне пришлось быть в Амстердаме на конференции благовестников. И там выступал брат Виктор Гам. Он говорил о последнем времени. И он сказал такую интересную вещь. Вот братья и сестры, мы сегодня, он обращается, аудитория было где-то 10-11 тысяч человек. Это со всего мира съехали благовестники. И он говорит, вот мы сейчас боремся с такой страшной болезнью СПИД. Ну, нам это понятно. Так вот, я вам хочу сказать, сегодня официально заявлено, что в наши двери стучатся 20 болезней страшнее СПИДа. Мы же как-то так, знаете, вот братья и сестры, буквально вчера ли позвучая, читая газету, в Африке, в какой-то стране, какая-то страшная болезнь, они везде карантин, остановили в аэропортах, все перекрыли. Почему? Что за причина? Да потому что, если эту болезнь не лечить, она распространяется, поражает здоровых людей. Точно так. Грешный путь. Точно так грех в человеке. Он распространяется и приносит много беды. Много беды. Я хочу, почему грешные пути влекут людей? Вот интересно. Ну, братья и сестры, когда мы видим бомбжа, что это приятный человек? Когда мы видим пьяницу, мы же не приятны. Когда мы видим наркомана, когда мы видим хулигана, да как-то, это было в Казахстане, помню, сел на автобус, в автокзале, мне надо было ехать в другое место, и автобус еще стоял, заходили, и вдруг заходит пьяный человек. В Казахстане это просто. Он заходит и просит, так, дай, дай, дай. Ему надо еще выпить. Ему мало. Но, братья и сестры, это человек, у него здесь висело все. От него было такое зловоние. Я когда посмотрел, вот такое непроизвольно, кровотечание. И я подумал, насколько грех может человека, ну, знаете, унизить, бросить в самую грязь. Это состояние пути грешных. Кто не стоит? Почему люди влекутся к этому? Братья и сестры, Иисус сказал, широкие врата и пространен путь, ведущий погибель, и многие идут по нему. Это интересно. Широкие врата и узкие врата. Тут идут многие, а здесь немногие находят его. В чем причина? Да потому что там свобода. Живу, как хочу. Не трожь меня. Как хочу, так и буду поступать. Это первая причина. Вторая причина, братья и сестры, я платян, продан греху. Моя природа, мы уже об этом говорили, тянет меня к греху. И я не могу иначе. Не могу иначе. Я сегодня хочу... Третья причина, человека обольщает дьявол, ибо многие обольстители вошли в мир. Это мы сегодня живем в таком состоянии. Кто стоит на грешных пути? Нам надо определиться, кто на них стоят. Братья и сестры, во-первых, люди, отвергающие Бога. Таковые люди Богу говорят. Посмотрите. Отойди от нас. Не хотим мы знать путей твоих. Что вседержитель, чтобы нам служить ему? И что пользы прибегать к нему? Это заявление людей, отвергающих Бога. Мы в Советском Союзе вдоволь это наслушались. Они прямо подходили, и говорят, что толку от твоего Бога. Почему война? Почему вот страдания бедные? Что толку от вашего Бога? Они говорят, не нужен нам Бог. Братья и сестры, вот в таком состоянии, невольно вспоминаю, была лекция у нас на работе, собрали всю фабрику, рабочих, и лектор доказывал, что Бога нет. Я вот как сейчас вспомни его слова. У нас война с Богом. Мы непримиримы с ним. Это он говорил. Я невольно вспомнил пример такой, один точно подобный лектор, когда он так много воевал против Бога, говорил, что его нет. Он читал лекции. Мне братья и сестры приходили с такими встречаться. Я говорю, зачем ты это говоришь? Зачем? Я, это моя специальность. Я воюю с Богом. Как сейчас, помню, мне один такой говорил. Прошло буквально немного времени. Он в какой-то деревне там читал лекцию и вечером возвращался на своей машине. А уже стемнело, был туман. И он ударился в большую машину. Ну, тут называют, у нас даймоны назывались, большие. И его живот сильно рулем ударило. Он кое-как вышел с машины. Останавливает. Никто не останавливает. Думают, пьяный. Это не Америка. Вы знаете, он пешком дошел до больницы. Его быстро настал. Во время операции он умер. Что думал этот человек, боюющий с Богом, стоящий на пути греха. Вы знаете, братья и сестры, в Слове Божьем есть очень интересный пример. Я его хочу сегодня предложить вам. Особенно здесь у нас молодежь. Я смотрю. В седьмой главе книги притчей Соломоновых мы читаем такие слова. Седьмая глава притчи шестого стиха. Прошу внимания. Вот однажды смотрел я в окно дома моего сквозь решетку мою. Я хочу пояснить. Это говорит Соломон. Это царь народа Израилева. Это крайне мудрый человек, о котором Господь сказал, до тебя не было такого и после тебя не будет такого мудрого. Это признанный мудрый человек. И увидел среди неопытных заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее в сумерки, вечер дня, в ночной темноте, во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная, ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, то у каждого угла строит на ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему, мирная жертва у меня сегодня. Я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя и нашла тебя. Двадцать первый стих. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью у своих овладела им. Тот час он пошел за ней, как вол идет на убой и как олень на выстрел. Это копия, братья и сестры, как человек попадает на эти грешные пути. Вот мудрый Соломон, смотря в окно, он увидел, он имел опыт юношу. Ну, вот, знаете, братья и сестры, человек, когда у его нет цели, он так как-то идет блуждающе. Мне приходилось вот в 70-х годах часто бывать в Москве. И когда я первый раз приехал в Москву, Москва, столица, я вот так ходил, смотрел, ну, как род Розинов, Москва. А мне москвичи сказали, ты посмотри, как москвичи ведут себя. И как люди приезжают. Каждый день в Москву проезжают тысячи людей. Они очень отличаются от москвичей. Москвичи бегут, они торопятся, набегут к метро, к трамваю, к электричке. А вот эти праздные люди, как я, приехавшие, они ходят и вот так все рассматривают. Они неопытные. Это провинциалы. Вот, друзья, дорогие, юноша неопытный точно так себя поступал. Идет, ему делать нет. Он праздный, ему нечем заниматься. И навстречу ему. Эта женщина сторожит таких людей, бегущих, стремительных, она не остановит. У них своя цель. Они идут по своему направлению. А этот неопытный юноша, вы посмотрите, она умостила его, и он как убой. Это братья и сестры пошел за нею. Это грешный путь. Грешный путь. Я хочу сказать сегодня таких, это один пример, сколько сегодня таких примеров. Мы живем весьма богатой стране. И я вот наблюдаю, у меня здесь, знаете, братья и сестры, больше сорока внуков, больше десяти правнуков. И я вижу все это, насколько вот эти удовольствия, они влекут сегодня молодое поколение. И человек молодой, особенно с верующей семьи, он разрывается. С одной стороны воспитание в доме, он приходит в церковь, говорят о Боге, говорят о том, что ожидает человека в конце, а когда он приходит в окружение, в школу, в колледж, там совсем другое. Идем с нами, у нас будет общее, и человек колеблется, блажен, кто не стоит на греховных путях, на грешных путях. Поэтому сегодня, братья и сестры, очень важно нам наблюдать за этим. Второй пример я хочу предложить вам, братья и сестры, из второй книги Паралипоменон. Ну, я прочитаю очень коротко, с 24 главы второй книги Паралипоменон, с первого стиха. Семи лет был Иоаз, когда воцарился и сорок лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоаз угодно в очах Господних, слушайте, во все дни Иодая священника. Ну, чтобы, братья и сестры, многое не читать, я просто вам сделаю небольшое пояснение. Это было в народе израильском. Был очень нечестивый царь Ахозия. Очень нечестивый. Он отвратил людей к служению Ваалу и Стукану. И когда Господь его поразил, то его мать по имени Гафолия, она была очень жестокая и властная женщина, она решила царствовать, и она встала и стала истреблять все царское племя, то есть своих внуков, умершлять. Она дала повеление, чтоб всех умертвили. И в это время однородственница, сестра царя, она взяла маленького мальчика, Иоаса и спрятала его, спрятала в храме. Его там воспитывался, а священником был благочестивый человек Иодай. И он там жил до шести лет, его прятали. Агафолия бесчинствовала, она творила свои беззакония. И когда ему исполнилось шесть лет, Иодай договорился с военными людьми и вывели его и поставили на царство. И вот шести лет он стал царем. Обратите внимание, во все дни священника Иодая он ходил угодно пред Богом. Слушайте дальше. Но по смерти Иодая это 24 глава 17 стих пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их и оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить деревам посвященным и идолам и был гнев Господен на Иуду Иерусалим за сию вину их. И он посылал к ним пророков для обращения к Господу и не увещевали их, но те не слушали и Дух Божий облег Захарию сына Иодая священника и он стал на возвышении пред народом и сказал им так говорит Господь для чего вы приступаете повеление Господне не будет вам успеха и как вы оставили Господа то и Он оставит вас и сговорились против Него и побили его камнями слушайте по приказанию царя во дворе дома Господнего и не вспомнил царь Иоаз благодеяния какое сделал ему Иодай отец его и убил сына его и он умирая говорил да видит Господь и да взыщит это такая братья и сестры для меня это скорбная картина это такое знаете коварство этого человека пока жил был священник Иодай который спас его от смерти который поставил его на царство он слушался но священник умер он был очень стар и пришли вольные князья богатые люди Израиля и поклонились царю и он перешел на их сторону он стал поступать беззаконно и тогда сын Иодая тут написано Захария он стал обличать при всех его побили камнями братья и сестры путь греховный человек стал на этот греховный путь конец его был крайне трагический вы можете прочитать трагический пример этого царя Иоаса сегодня нам очень важно братья и сестры кто стоит на этих греховных путях что ожидает тех кто стоит на грешных путях есть такое место мне кажется книга экклезиаста если я правильно помню 9 глава 8 стих или 8 глава 9 стих вот сейчас я не помню и там написаны такие слова не скоро свершается суд над худыми делами человеков оттого сердце человеческое не страшится делать зло вот братья и сестры природа такая у человека природа такая не скоро ну все хорошо все нормально да наверное ничего не будет и Бога нет все пройдет братья и сестры это крайне неубедительная надежда это беспочвенно безосновательная потому что Бог сегодня вот передо мной брат проповедовал и он выразил такие слова говорит Бог хочет чтобы мы молились чтобы мы стремились к Нему а может быть кто-то подумает а какое Бог право имеет а почему Он хочет так поступать да потому что Он хозяин Вселенной да потому что Он создал земной шар да потому что Он создал человека и Он Хозяин над всеми и Он хочет чтобы в доме Его был порядок и есть ли в доме беспорядок я порой привожу такой пример представьте что у меня дома все верующие семья у нас нет ничего вот мы в воскресенье утром пошли на собрание побыли на собрание приходим что-то я смотрю дверь открытая думаю кто это открыл захожу а там сидят человек пять шесть пьяниц сидят торжествуют пьянствуют в доме полный разгул братья и сестры в моем доме они открыли сами мой дом и хозяйничают как вы думаете что я скажу ой друзья молодые давайте продолжайте я подсяду к вам ну может быть если у меня силы хватает я сам их выгоню если нет я вызову полицию вот эти бесчинники вот братья и сестры так господь хозяин дома вселенной он создал человека для славы своей мне кажется в евангелии луки кажется 13 глава там написаны такие слова когда хозяин дома встанет и затворит дверь тогда вы будете стоять вне и говорит господи отвори нам но он скажет я не знаю вас вы будете говорить на улицах ты учил мы с тобою были мы ходили на собрание а он скажет не знаю вас отойдите от меня делающие грех беззакония братья и сестры это хозяин вселенной вот мы его подданы он говорит нам сегодня убеждает нас блажен кто не стоит на грешных путях а мне нравятся эти грешные пути а я не слушаю слово божие я продолжаю жить братья и сестры я просто буду пожинать дела своих рук то что я сеял поэтому эта крылатая фраза когда-то коммунисты ее повторяли что посеет человек то и пожнет это непременно исполнится что ожидает таких людей на грешных путях вот есть интересное такое место писания тоже премудрый Соломон говорит веселись юноша я это обращаю вот к молодежи ко всем сидящим здесь между прочим у меня был однажды такой дискуссия с одним молодым человеком он такой вольный был порой приходил на собрание но вел такую греховную жизнь свободную и вот мы сидим с ним дискуссируем я ему открываю место и читаю веселись юноша в юности твоей он так во я это и делаю я говорю подожди и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей он еще довольны я так и живу точно и ходи по путям сердца твоего и поведение очей твоих он расцвел ну все к нему а я так сделал ударение промолчал а потом говорю теперь слушай только знай что за все это бог приведет тебя на суд он 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 этого не ждал мы не ожидаем этого братья сестры мы о суде как-то это когда-то один мне человек говорит ой я умру меня уже не будет там ой какой ты умница решил как легко проблему ты умрешь у бога все живы подымутся все мертвые и дадут ответ перед богом потому что он хозяин вселенной поэтому сегодня братья сестры мы должны очень осторожно поступать на этой земле так говорит господь остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних где путь добрый и идите по нему и найдете покой душам вашим это совет господа он сегодня советует всем нам и благо тем кто избирает этот добрый путь кто находит эти тесные врата ну братья сестры в тесных вратах я вспоминаю там где я жил у нас там были отроги тяншане вы знаете там в горах мне пришлось как-то несколько раз туда на машине ехать это что-то страшно вот едешь братья сестры такая дорога а здесь такой знаете обрыв даже страшно туда посмотреть я хочу сказать узкая дорога она опасная она покаменьем есть такой гимн среди темного мрачного мира среди жгучих колючих кустов там проложен путь узкий Христом я не помню то есть путь узкий это не асфальтная дорога а широкий путь асфальтирован и многие идут по нему я сегодня хочу обратиться ко всем душам особенно к молодым неопытный юноша я просто хочу сказать молодежь я был в вашем возрасте точно такой неопытный мои глаза так и бегали кругом неопытность меня влекло и то и другое это мы прошли пока мы не обожгли свои руки научились поэтому пусть Бог хранит держитесь Господа уповай на Господа в этом жизнь наша есть такой гимн молодежь его поет нет от радости слов очень мне повезло мною найдена в небо дорога на душе у меня и легко и светло потому что я верую в Бога это братья и сестры те кто на узком пути кто на узком пути поэтому заканчивая вот то что я сегодня посмотрите псалмопейст говорит я сказал буду я наблюдать за путями моими доколе нечестивый предо мною доколе мы видим это нечесть вот мы сегодня ехали на собрание я замечаю у нас здесь вот бывает воскресенье ну машин мало это поток я не мог не мог выехать со своего партника ну думаю наверное футбол снова наверное какое-то мероприятие вот обратите внимание как люди спешат на какие-то греховные мероприятия а в церковь не идут церкви пустуют американские то есть люди ищут удовольствие на этой земле буду я наблюдать за путями моими пока нечестивый предо мною я хочу положить это на сердце братья и сестры и в заключение если вы помните в 138 псалме в последних двух стихах написано это обращение к Господу псалмопевца испытай меня Божие и узнай сердце мое испытай меня и зри не на опасном ли я пути и направь меня на путь вечный пусть это желание будет наше сегодня Господи испытай просмотри меня покажи мне где я спотыкаюсь и направь меня на эту единственную дорогу к вечности Бог да поможет нам и да благословит нас в этот час Аминь молиться будем